Здравствуйте, друзья! На Западе вновь негодуют по поводу высказывания представителя МИД Марии Захаровой. Обычно шутка не была по достоинству в Евросоюзе. И на Западе пришли в ярость от такого юмора, как утверждают журналисты из Китая. С момента распада Советского Союза отношения между Россией и США находятся на еще более низком уровне, чем когда-либо. И как отмечают китайские корреспонденты, при такой ситуации американцы себя ведут самым неподобающим образом. Они выступают с критикой в адрес Пекина и Москвы, а также указывают, что государством делать. Хотя неизвестно, кто им давал такие полномочия. И вот, наконец, терпение лопнуло. МИД РФ не стал больше сносить такую наглость и поставил оппонентов на место. Как заявили в китайском издании, буквально несколько минут назад Захарова ответила помощнику безопасности США Салливану в ее особой властной манере. Журналисты Нитиаси рассказали о любопытном словесном поединке между представителем российского МИД и помощником США. В результате на одну реплику прошел целый обмен мнениями. А начал все Джейк Салливан, который на одном из своих выступлений позволил себе делать заявление в адрес Китая. И поводом стала поддержка поднебесной отношений с нами. Такое сближение и укрепление сотрудничества очень не понравилось закианскому гегемону. И его представитель решил, что может Китаю разными последствиями за такое поведение. В результате наглое заявление взволновало мир. И, конечно, Захарова не смогла сдерживаться от таких высказываний. В результате вступила в спор с американским оппонентом. Мария высказалась на заявление Салливана в своей ироничной и резкой манере. Она назвала такое поведение помощника безопасности неприемлемым, а потом позволила себе шутку, которая касалась действий Америки в международном пространстве. Она сказала, не родился еще тот Салливан, который может заявлять великим странным, таким как Россия и Китай. Конечно, такой перл в Америке не пришелся по душе. И в американской прессе можно было найти очень много негодования. А вот журналисты из Китая высказывания очень даже оценили. Ведь США всеми правдами и неправдами вмешиваются в дела других государств. Хотя их об этом никто не просил. И если в Китае шутка была воспринята положительно, то западные государства сильно разозлились. Журналисты из Евросоюза назвали Марию Захарову женщиной, которая создает проблемы. Тут разные европейские издания посыпали со своими осуждениями. Про МИД представителя начали рассказать все, чем она им помешала. Тут же вспомнили про то, что Захарова постоянно высказывалась с иронией в адрес США и Евросоюза. А вы что думаете по этому поводу? Друзья, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить последние свежие новости. В последнее время пресса Финляндии часто пишет о проблемах жителей восточных районов этого государства. Регион погружается в пучину запустения. Молодежь массово покидает неперспективные деревни. Причина такой ситуации ни для кого секрета не составляет. Благосостояние восточной Финляндии очень зависело от экономических отношений с Россией, от товаробмена с ней, от российских туристов. В Хельсинки собственноручно зарубили благополучие своего региона, разорвав в связи с РФ и заблокировав восточную границу. Но если к западу от российско-финской границы царит запустение, то к востоку все оживает на глазах. До 80% молодых людей возрастом от 15 до 29 лет, проживающих на востоке Финляндии, считают очень вероятным, что покинут свой регион. Это выяснилось в результате свежего социологического исследования. Издание Suomenma пишет, что для многих юношей и девушек решение о переезде не несет никакой радости, просто ситуация такая, что не оставляет людям иного выхода. «По данным нашего опроса, большинство молодежи восточной Финляндии, то есть почти 70%, очень любят место, где они сейчас живут», – рассказывает социолог Эйя Иронин. Однако, по ее словам, лишь 15% респондентов с востока Suomen считают, что там, где они живут, есть хорошие жизненные перспективы. «Отсутствие перспектив трудоустройства является главным фактором, который заставляет молодых людей переезжать», – уверена Иронин. Еще социолог находит интересным, что молодых людей привлекает близость к природе, ощущение и спокойствие. Как правило, двое из каждых троих опрошенных молодых людей говорили, что в конечном счете верит в светлое будущее своих регионов. С другой стороны, лишь около половины участников опроса верят в перспективы работающих здесь компаний. Большинство послушно соглашается с тем, что поддержка климатических решений в промышленности, зеленый переход и государственные инвестиции откроют большие возможности в Восточной Финляндии. Но это, видимо, будет когда-нибудь потом, а жить нужно прямо сейчас. Еще недавно Восток Финляндии очень зависел от российского туризма. Но те времена ушли в прошлое, число приезжающих в Финляндию иностранных туристов сократилось по сравнению с показателями 2019 года примерно на 20%. Финская пресса публикует интервью с Яни Киси, живущим в районе города Лапинранта, буквально в 200 метрах от ныне закрытого пункта пропуска Войникала на границе России и Финляндии. Когда-то Лапинранта была одной из главных в СОМе точек притяжения для россиян, которые активно ехали сюда отдыхать, за покупками, скупали местную недвижимость. Теперь же, по словам Киси, жители постепенно покидают территорию у восточной границы, сектор услуг сильно сократился. На улицах никого не видно. Тут ужасно тихо. В свою очередь, другой местный житель Петри Куока обеспокоен будущим приграничного района Нуема, в котором проживает пара сотен жителей. Если Нуема опустеет, это станет сигналом другим странам. Также полагает и председатель парламентского комитета Юка Капра, говоря, что жители приграничного региона являются большой опорой в вопросах пограничного контроля, поэтому их отток нежелателен. Символом упадка финского туристического бизнеса стало выставление на аукцион, обанкротившийся в декабре аутлет деревни Царь. Царь был открыт в 2018 году специально для обслуживания российских туристов. Оказывается, санкции принесли вред только самим государствам ЕС. Теперь все эти страны столкнулись с проблемой нехватки древесины. И теперь не знают, откуда им взять полезные ресурсы. Обозреватели из Китая рассказали интересные новости. В один прекрасный день страны Евросоюза решили, что отношения с нами стали хуже некуда и пора проучить бывшего партнера санкциями. Все эти манипуляции потребовались с основной целью – причинить большой вред российской экономике. В общем, Евросоюз совместно с Америкой придумали кучу всяких санкционных мероприятий. И одной из них был запрет на покупку древесины из России. Но в результате страны Европы попали в очень скользкую ситуацию из-за России. А ответ от бывших русских партнеров вызвал бурные реакции со стороны европейцев. Вот, что рассказывают журналисты издания Байяха. Сначала в Евросоюзе очень много шутили по поводу того, как придуманные санкции сразят медведя. И что экономика сдаст свои позиции на многие десятки лет назад. Но ожидания не оправдались, и Евросоюзу стало не до смеха. Теперь вдруг возникла острая необходимость в русском лесе, который, как оказалось, больше негде взять. Сейчас радуется Россия, а Европа ищет пути для приобретения ценного материала. Но пока безрезультатно. Как утверждают журналисты китайских изданий, в Евросоюзе наблюдается острая нехватка древесины. Сейчас сырья на европейском рынке очень мало и стоит оно дороговато. Самый главный поставщик этого материала на территории Европы – это Швеция. Но запасов не хватает на все государства ЕС. Китай также отказался от сотрудничества в этом направлении. После того, как Россия перестала поставлять важный ресурс в странный ЕС, ее место заняла Поднебесная. Но в связи с последними событиями эта страна также снизила объемы поставок в европейские государства. В результате Евросоюз осознал свою ошибку и пожалел, что так опрометчиво разорвал отношения с важным партнером. Ведь древесину пока что брать негде. А этот материал так важен для изготовления мебели и проведения строительных работ. Планы Евросоюза по поводу больших убытков в Российской Федерации не сбылись. А наша страна, как занималась поставками древесины, так и продолжает это делать. Но только поменяла рынки сбыта. Теперь основные покупатели – это территории Центральной и Восточной Азии. Сотрудники китайских СМИ отмечают, что Евросоюзу очень не нравится, как идут дела у нас. Потому что совсем неплохо, как они надеялись. А вот Европе сейчас приходится приобретать лес по очень высоким ценам. А ваши, какое мнение по этому поводу? Пишите в комментариях и подписывайтесь на мой канал. До свидания, друзья!